Дошколято Каждое задание выполняется на время. Следующий этап – презентация творческого номера. Настя Маркелова отправилась в волшебное путешествие вместе с мамой. Вера Салова нарисовала весенние ландыши, а Маша Платонова показала свои картины. Конкурс приурочен к Году семьи в России. Поэтому юным химчанам помогали мамы, папы и даже бабушки с дедушками. Вера Полушкина вместе со всей семьей удивила жюри работами по вышивке. Среди участников конкурса всего три мальчика. Это Теодор, Михаил и Александр. Миша Ершков пригласил гостей на чаепитие с самоваром. Рассказал о традициях, обычаях и какие самовары делали в России. Александр Семин мечтает стать военным, как папа. Он исполнил танец с друзьями. А Теодор Арапов проявил себя в кулинарном мастерстве. Конкурс «Умнички» проходит в городском округе Химки каждый год, чтобы поощрять талантливых детей. Сегодня мы встречали гостей. Это наши соседи. К нам пришли все дошкольные отделения нашего микрорайона Левобережный. Это дети, которые победили у себя в детских садах и представляли свое дошкольное отделение у нас. Пока жюри подводило итоги, юные интеллектуалы поделились своими впечатлениями. Все было очень легко. Я очень стеснялась, но оказалось, что совсем не страшно было. Я чувствую позитивность, радость, торжественность. Мы загадываем желания, а потом они исполняются. Мальчики не остались в стороне и тоже делятся своими эмоциями. Мне было несложно решать задания. Задания были сложные, но я не думаю, что они были такими сложными. По итогу конкурса дипломы и подарки получили все. Шесть дошколят стали призерами, а победителем признали Веру Полушкину. Она – воспитанница дошкольного отделения «Страна детства». Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова